Это было маленькое вступление. Прошу прощения за небольшую судьбу, скажем так, потому что все-таки волнение присутствует. Все прекрасно. Дошли мы до кормушечек. В принципе, это то, что касается у нас катушек разных. Про катушки. Ну, я просто буду немножко потом про тактику ловли рассказывать. Ну, вот здесь, например, все катушки свои я брать не стал, но, скажем, вот, Regal Дайвовский у меня используется сейчас на том подобии маркерного удилища, которое я показывал, только исключительно для промера глубины. А так, в основном, практически все мои катушки это серии X-H от Shimano. То есть, здесь, к сожалению, скажем так, опыт использования каких-то других модификаций, ну, не хочу я ссылаться на чей-то опыт, там, это все можно почитать и в интернете, и статьи посмотреть. То, что вот я говорю про серию X-H, ну, пример, в частности, вот я привез специально эту катушку, которая столько лет жива, здорова, работает и невредима. Единственное просто, здесь есть, ну, скажем так, у меня нехорошая привычка, в кавычках, то есть, после каждой рыбалочки катушку обязательно почистить, протереть. Есть у меня вот такая вот смазочка, вот дай вы жигенька, то есть, обязательно ролик лесоукладывателя, снять шпульку, не нести смазочку, там она их даже слишком много нанес, вот. Вот, то есть, снять, допустим, ручку, смазать аккуратненько подшипнички, то есть, все вот эти вот места сочленения, почистить, все, и, то есть, в таком состоянии катушки хранить. Ну, еще одна тоже дурная привычка, я всегда храню катушки, то есть, независимо, там, между рыбалками, всегда фрикцион у меня ослаблен, то есть, он всегда стоит на мере. Поэтому катушки работают, и, ну, так складывается, что, в общем-то, рыбачу я достаточно интенсивно, в меру своих сил, потому что, в общем-то, есть еще основная работа, семья и так далее. Вот, но, тем не менее, то есть, катушки у меня ходят очень долго, и вот эту достаточно бюджетную серию X-H, я считаю, что, в общем-то, ну, очень-очень удачная серия, по крайней мере. Вот, перешли мы потихонечку. Вы смотрите, просто, я могу что-то по своему волнению, скажем так, пропустить, забыть, где-то чего-то перескочить, если что-то непонятно, как-то там возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте, чтобы у нас все-таки это немножко, как бы, в режиме диалога получалось. Вот, вот здесь вот небольшой арсенал, опять же, все кормушки с собой я брать не стал. В основном здесь представлены те, которые используются чаще всего. А катушкам можно? Да, конечно. А размер? Ну, значит, здесь, опять же, вот сейчас с ребятами стояли-курили, по поводу длин удилищ я этот момент упустил, в тактике ловли я все это более подробно расскажу. В основном это 4000 размер, то есть это катушки, которые используются на, у меня, опять же, при ловле на водоемах без течения, с удилищами в длинах 3,6-3,9, вот, ну, естественно, с тестом там 90-100 грамм, в принципе, вполне нормально. Вот, есть у меня 3000-ник, в основном использую его при скоростной ловле, он, скажем так, матчевый, 3000-ник, эксейджерский, не помню, как там точно эти буковки прописаны, вот, с мелкой шпулей, использую его в основном при скоростной ловле короткими удилищами, то есть это ловли уклейки, платвы на короткой дистанции, когда вот эта вот скорость выматывания, она, в общем-то, важная, при этом используются кормушки не очень большого веса, ну, где-то до 28 граммов, обычно там 14-25 разного объема, вот, есть у меня также в арсенале катушечка эксейджер, двух с половинник, но это вот исключительно на самый-самый легкий пикер, вот сейчас я вообще без пикера жду приезда новых удилищ к новому сезону, но планирую ее использовать с горболиновским пикерочком, очень компактным, очень легким, вот, ну, опять же, при использовании с легкими кормушками и для ловли на небольшой вес. А так, в основном, размер это четырехтысячник, то есть четырехтысячник вполне достаточен для вот тех условий ловли, о которых я, в общем-то, сейчас большей частью и рассказываю. Вот, так, поскольку ловлю я в основном, как я уже говорил, на подоем обеспечения, сейчас очень популярный и в основном используются у меня кормушки вот такой конструкции, то есть здесь пока не смотрите на то, как выполнена непосредственно сама корзина, то есть здесь вал, прорези там, клетки или же полностью закрытая кормушка, сейчас я ее попробую найти где-нибудь. Вот, почему в основном эти кормушки? Ну, во-первых, при нормальных погодных условиях, при несильном даже ветре, обладают хорошими полетными качествами, и, что очень важно, они очень хорошо всплывают, то есть всплывают достаточно быстро, и обратная подмотка осуществляется в оснастке по поверхности воды, то есть это меньше сопротивление, это выше скорость вымакивания. Есть еще очень важный момент, о котором обычно, как бы, в контексте обсуждения кормушек не говорят. С кормушками такой конструкции очень хорошо ощущается после подсечки наличие рыбы на крючке. То есть связано ли это с ее конструкцией, связано ли это с ее легкостью, с способом крепления, сочленения вот этих вот всех деталей, но, скажем так, с кормушкой вот такой конструкции, с кормушкой вот такой конструкции, иногда бывает очень сложно определить именно на первоначальном этапе после подсечки наличие рыбы на крючке, особенно если рыба это не трудно, мы там ловим уплотву, уклейку, мелкий подлещик, то есть эти кормушки очень информативны по-своему, то есть здесь как бы весь вот этот механизм работы оснастки, то есть вот эта вот чувствительность именно в первый момент, когда вот мы сделали подсечку, и для нас в этот момент важно, то есть начинать процесс вываживания, либо же начинать просто процесс выматывания, скажем так, они немножко отличаются по своему режиму, по скорости. Кормушки используются самых разных форм и размеров, ну, скажем так, достаточно распространенная форма самой корзины клетка, достаточно часто эти кормушки применяются, но есть вот именно у этой конструкции небольшой недостаток, ну, при определенных условиях, опять же, оговорюсь, то есть при ударе об воду, когда эта кормушка набита прикормкой, ну, происходит всего рода такой всплеск, вот все, что здесь выступает с разных сторон прикормка, вот это вот пятно, оно остается на поверхности и в зависимости от свойств прикормки, медленно опускается в нашу прикормленную точку, тем самым привлекая, ну, на мой взгляд, в определенных, опять же, условиях мелкую рыбу, ну, такую, как у клейка, а мы, допустим, ловим там подлещика, вот, и это, естественно, в какой-то степени мешает нам ловить более крупные экземпляры. Значительно меньше, значительно меньше пылит вот такая конструкция, вот, то есть это вот сейчас, пожалуй, если так вот взглянуть в мою вот эту вот корзинку, во все вот эти коробочки, сейчас это, ну, самый, как бы, используемый мой вариант. Вот, иногда бывают условия, когда, ну, скажем, в прошлогодний май, когда период соревнований самих, правда, он не совпал, с повышенной активностью уклейки, но вот на тренировках за неделю, там, за 10 дней до майского турнира уклейка просто, ну, житья не давала, то есть кормушка просто не успевала опуститься на дно, следовала поклевка, и, то есть поймать более крупную рыбу было просто нереально, тогда я использую вот такие кормушки полностью закрытые. То есть эта кормушка при ударе о воду, ну, практически не оставляет вот этого кормового пятна на поверхности, достаточно быстро тонет, но в то же время при темповой ловле, о которой буду рассказывать, опять же, позже, скажем, при темповой ловле эти кормушки бывают так, что корм не успевает полностью как-то из нее освободиться, особенно когда мы ловим в быстром темпе, там, темп 30-40 секунд, но, опять же, это еще зависит от того, с каким усилием мы корм туда закладываем, какая консистенция этого самого корма. Вот, то есть вот эти, как бы, модели кормушек, они сейчас самые востребованные, по крайней мере, в моем арсенале, подходили к столу, видели, то есть их у меня сейчас большинство. По производителям, ну, скажем так, очень неплохо сейчас развит ассортимент кормушек ВОЗ, или, как их сейчас называют, Вегас, они там ребрейдер провели. Вот, также это та форма, которая, в общем-то, была изначально, из которой, по большому счету, эти Вегасы в свое время копировались, если так можно сказать, это Фокс. Вот, Фоксом я продолжаю пользоваться до сих пор, несмотря на то, что разница в цене между Вегасом и Фоксом там отличается в почти два раза. Почему? Потому что тот же самый Вегас, у них в ассортименте отсутствуют компактные кормушки с большими весами. То есть у них при вот таком размере, непосредственно самой корзинки, и самая тяжелая кормушка, по-моему, сейчас 25 граммов. Обещают они восполнить этот пробел. Да. 25 граммов. Есть еще подобные кормушки. Аэксси, украинский тоже производитель. Но, насколько я знаю, у них сейчас в программе отсутствуют кормушки с компактными сетками. То есть вот самая компактная кормушка из X-серии, которая существует на данный момент. Вот. Пользуюсь практически ими сейчас не часто. Больше на начальной стадии ловли. Опять же, про тактику буду рассказывать. Когда требуются просто кормушки большего объема. Вот. Есть в арсенале вот такая интересная кормушка. Но это, в общем-то, закорбочная. Считается кормушка фоксовская. 28 граммов. У нее груз. Но сама корзина достаточно большая. То есть позволяет забить сразу большое количество прикормки. И на начальном этапе ловли иногда такими кормушками я пользуюсь. Иногда. Вот. Ну, а обратная, как бы, противоположность. Вот это вот закормочные кормушки. Вот такие наперточки. Семиграмовые, тоже фоксовские. Вот. Используются они у меня не часто. В основном это ловли по холодной воде. Когда количество корма, подаваемого в точку ловли, нужно ограничить. Причем, опять же, из-за своего небольшого веса. Используются они, как правило, на небольших дистанциях. То есть где-то до 15-20 метров. Вот. Очень неплохо эти кормушки можно использовать. Используют не при кормку, а живой компонент. То есть, в общем-то, и экономично. И в то же время позволяют поддерживать в зоне ловли активность рыбы. Вот. Ну, и всевозможные, как бы, модификации. Вот с этими кормушками познакомился. Это дреноновские кормушки. Вот. Познакомился в прошлом году. Покупал их специально для поездки в Москву. Ездили мы с присутствующим здесь. Покупал на соревнования в Марьино на Москве-реке. То есть, это кормушки. Также достаточно компактные. То есть, форма их такая вот приземистая, скажем так, невысокая корзина. При этом, плоский груз, который неплохо держит на слабом и среднем течении, эту кормушку на дне. Вот. То есть, с течением все-таки тоже немножко связано. Но, как уже где-то говорил, писал и говорил уже здесь, вот тот фактор, ощущение рыбы после подсечки с этой кормушкой, конечно, он так не отображается, как с обычными вот этими крылатыми корзинами. Ну, и дальнейшие там всевозможные модификации кормушек в моем арсенале присутствуют. По сути дела, это вот Камасановская 30-граммовая кормушка. Очень сильно меня выручила она на Кубке Черноземья. Когда 42-граммовые Фоксы, ну, в силу своей аэродинамики при встречном, угловом, очень сильном ветре, ну, за счет своих вот этих вот крыльев, летели не туда, куда хотелось, приходилось крылья обрезать. Вот эти кормушки, они немножко просто покомпактнее, летели они гораздо лучше. Но, опять же, вот этот фактор, ощущение рыбы в них после подсечки отсутствует. На небольших дистанциях при ловле, допустим, уклейки, платвы, бывают такие ситуации. Тогда, ну, скажем, позапрошлым году соревнование в Старом Осколе заняло, по-моему, второе или третье место. Кормушка проводилась на платном водоеме с наличием карася, карпа. На тренировках неплохо ловился и некрупный амурчик, карась ловился. А вот в процессе проведения соревнований выяснилось, что, в общем-то, крупной рыбы нет, отошла она от берега, то есть напугали ее, пошумели. И, в общем-то, вот эти соревнования, вот этот приз, он был взят, по сути дела, на уклейки. Вот эта вот кормушка, то есть это практически полностью открытая сетка, по-моему, микадовская, 10-граммовая, позволила пикерам поймать уклейки достаточными для того, чтобы попасть куда-то в призы. То есть преимущество этой кормушки как раз обратно в действие вот этой вот конструкции. То есть если нам нужно пылить, если мы ловим на мели, вблизи, ловим мелкую рыбу, ловим ее быстро, активно, то вот эта вот кормушка, она позволяет создать вот такое вот облако мути из прикормки и так далее. Ну вот сохранилось у меня в арсенале несколько кормушек браунинг, такая вот интересная конструкция. Но знаете, да, что, в общем-то, как по рекомендации производителя, можно эту кормушку пропитать каким-то ароматизатором, то есть лупчатая такая вот, как здесь резина, не резина, пластик, вот, пропитывается ароматизатором. Не знаю, честно говоря, большого эффекта я от этого не ощутил, но тем не менее, как это тоже существует. В свое время, помнится, большие веса этих кормушек я очень быстро потерял, потому что здесь укрепление грузила предусматривало то, что корзинка сама не очень хорошо держалась. Вот такие кормушки, опять же, тоже использую с пикирочками где-то на близких дистанциях, но пластик на этих кормушках хороший, в принципе, очень правильные кормушки. В каком плане, здесь можно показать, наверное, где-то ее уронить. То есть, как бы мы эту кормушку не бросили, то есть, всегда она примет вот такое положение, то есть, обязательно, как бы, неваляшки грузиком вниз упадет. Опять же, с пикирочками используется, но на солнышке, если такая кормушка полежит, вот, она начинает терять форму, так что, если у кого-то что-то есть, на солнышке не оставляется. Вот, ну и кормушки, которые иногда просто необходимы, вот, это когда, опять же, ловля ведется либо на очень большой дистанции, либо в условиях, ну, опять же, вспоминаю тот же самый кубок черноземья прошлогодний, шквальный ветер, полустречный, меняющийся постоянно. То есть, вот эта кормушка, пуля, так называемая, которая способна пробить этот ветер, достаточно точно и далеко лететь, вот, то есть, такая вот модификация. Есть еще, тоже, скажем, ну, это вот фоксовская пулька, ну, здесь нечасто используется, но, тем не менее, иногда, иногда, когда хочется либо отсечь мелкую рыбу, либо сосредоточить, как бы, на точке сделать какую-то концентрацию живого компонента, на опарыши, в частности, здесь вот она используется у меня в основном под опарыши. То есть, вот такую пульку я использую, заполняется опарышем, закрывается, защелкивается. После падения на дно, опарыш через отверстие выползает, создавая там какое-то пятно, шевеляющееся на дне. То есть, по сути дела, это основной арсенал, в зависимости от условий ловли, которые используются. Все остальное, это вспомогательное, но постоянно тоже таскаю с собой, потому что условия могут быть разные, и всегда нужно быть готовым к тому, чтобы встретить их достойно. Опять же, ни в коем случае не навязываю свое вот это мнение, потому что достаточно много сейчас кормушек других производителей. Вот здесь вот у меня какие-то безымянные, я уж не помню, кто их когда-то в свое время делал. Причем, был период, когда в Воронеже купить компактные достаточно кормушки небольшого веса было большой проблемой. Вот этих вот я, по-моему, привозил из Красноярска. То есть, зашел в рыболовный магазин, забитый всевозможными мушками, то есть, то, что там местные ловят с этими корабликами, я не знаю, там, такое разнообразие всевозможных вот этих вот... аксессуаров, скажем так, и сиротливые лежали там какие-то корзиночки. Когда я попросил их все, то есть, там, их-то оставалось, наверное, десяток, сразу поняли, что они местные. Потому что, очевидно, у местного населения... И залежало. Да, то есть, как бы, спросом особо не пользуется. То есть, можно пользоваться такими кормушками, ради бога, то есть, кому что нравится, там, есть Верек, допустим, недорогие кормушки относительно. Квадратные, там, треугольные, круглые. Вот. Но, вот, от тех свойств основных, которые для меня являются преимуществом при выборе кормушек, которые я постарался изложить, если есть какие-то вопросы, поэтому задавайте. Вот. Что у нас еще осталось из расходных материалов? Метод. Что? А, метод. Метод. Ну, здесь, на столе, наверное, обратили внимание, лежат методные пресс-пеннесские кормушки. Писал уже на Минуу, что, в принципе, метод начал осваивать только в прошлом году, сделал, скажем так, первые робкие шаги, большого опыта использования метода. У меня сейчас нет. Есть мысли по применению методных кормушек и вообще метода именно в спорте. Ну, буду пробовать в этом году. Не знаю, насколько это удастся реализовать. Вообще, задумка есть такая, что метод, чем он, в общем-то, хороший, и почему, на мой взгляд, сейчас английская сборная всячески лоббирует включение метода в международные правила, потому что по сегодняшним международным правилам в Фидере использование метода запрещено. Но это, в частности, хороши они как раз тем, что мы, гарантированно поставив на точку крупную рыбу, преподносим ей прикормку со спрятанной в эту прикормку насадкой непосредственно на дно. То есть, минуя все вот эти горизонты, в которых может стоять мелкая рыба и так далее, плотва, уклейка, что-то еще. То есть, мы опускаем непосредственно в точку ловли, куда мы уже привлекли крупную рыбу, вот эту методную кормушку. Как правило, методные кормушки, ну, это классика, опять же, больше подчеркнутая, опять же говорю, не из собственного опыта, а из периодики, то есть, с интернет каких-то там, статей и всего остального. То есть, метод обычно используется с коротким поводком, то есть, есть вот такие вот подталочки, короткий поводочек. Причем, способов, скажем так, как спрятать насадку при кормке существует несколько. То есть, если мы хотим, чтобы насадка освободилась быстрее, значит, при закладывании кормушки, первым делом закладываем туда насадку, поводок заводим, насыпаем при кормку, все это утрамбовываем, освобождаем, и получается, что насадка у нас находится вот поверх вот этого, как бы, она спрятана в при кормке, но находится на поверхности вот этого самого такого пирожка, конфеты, как угодно. Есть способ, когда мы прячем насадку, насыпаем при кормке, кладем насадку, утрамбовываем, то есть, получается, насадка у нас лежит под при кормкой, вымывается из нее, ну, более длительное время. Так что по методу сейчас, к сожалению, большого опыта у меня эксплуатации этих кормушек нет. Пробовал в прошлом году, в частности на небезызвестном карповом марафоне первом. Всяческие методы мы там использовали, кто там был. Ну, в общем-то... Ну, да. Да. Вообще удивительное наблюдение. Первый раз столкнулся, потому что всегда ловлю классическими фидерными оснастками. А здесь, в общем-то, столкнулся с применением волосяного монтажа, с использованием плавающих всевозможных других бойлов. И был, в общем, для меня откровением, когда 16-миллиметровый бойл, вот этот вот карась, который в этом пруду обитает, ладошечный, даже какой-то полуладошечный, да, умудрялся заглотить. Вернее, даже не заглотить, а просто повиснуть на этом крючке с этим 16-миллиметровым огромным бойлом. Ну, сравнительно с масштабами непосредственно самой рыбы. В принципе, снасть интересная, но, как бы, освоение еще предстоит. Кстати, то, что касается вот того, что здесь штатно установлено, вот здесь вот мы недавно с Димой ковырялись, оторвали колечко. То есть, вот эта вот резинка, она совсем практически не держится. То есть, за год, практически без эксплуатации, вот колечко одно уже утеряно. Вот, если кто-то потерял, рекомендую, вчера нашел колечки в нашем магазине Alligator. Здесь вот они укроп, на том стенде, они висят, фурнитура. Вот, есть колечки, то есть, которые можно потерянные заменить, и, соответственно, поменять лучше сразу, наверное, вот эту резинку, которая установлена штатно, либо на федерга, либо на штекерную резину. Ну, несколько иного, скажем так, качества. Вот, вот так вот, как бы, коротко. Что ж там? Привет. Вот, то, что касается остальной какой-то, в общем-то, вот этого, расходных материалов, практически совсем, я не использую вертлюжки, вот, сейчас перейдем к оснасткам, вот. Вот, то есть, вот эти вот элементы дополнительные, которые, там, противозакручиватели, вот такие вот вещицы, специально купил, чтобы сделать знаменитую оснастку со штекерной резиной, вот, похоже немножко сделаем. То есть, вот эту фурнитуру я практически не использую. Почему? Ну, во-первых, практически все кормушки из моего арсенала, за редким исключением, ну, вот, пожалуй, причем эти кормушки, как я уже говорил, у меня они не основные. Большая часть кормушек современных сейчас уже идет с вертлюжком, то есть, нам не нужно вот эти вот дополнительные элементы крепить куда-то на леску, вот. Сейчас дойдем, потихоньку перейдем к монтажам. Судя по всему, да, оснастки у нас следующим пунктом идут. Вот. Принес я вот такую хитрую леску, яркую, заметно вообще на фоне, вот сейчас не вязать. Будем монтажи. Для тех условий, в которых я рассказывал, в которых я рыбачу, основной монтаж, который применяется в этих условиях, мною, по крайней мере, опять же, все сугубо субъективно, как вы понимаете, да, это паттерностер, петля Гарднера. Михаил Михайлович на прошлом семинаре показывал, в общем-то, как она вяжется. Монтаж весьма-весьма простой, то есть, вяжу ли я его на основной леске, либо это шок-лидер, по шок-лидер тоже расскажу, сделаем его, привяжем. Вот. То есть, в принципе, как бы, вязание монтажа начинается с того, что мы делаем петельку под крючок. Есть несколько способов крепления крючка к основной леске, но самый распространенный, это как раз петля, так называемая. Когда соединение происходит петля в петлю. Использую вот такое приспособление, нехитрое, не всегда, правда, но стараюсь, как бы, которое позволяет регулировать размер петли. Здесь, вот, такой переставной механизм. Петельку стараюсь вязать, ну, по возможности маленького размера, насколько это возможно. Вот. Хотя, в общем-то, это не совсем принципиально, как кажется, на первый взгляд. Вот. Не совсем у меня получилось, она маленькая. Сейчас мы их затянем. Вот. Не сделал я магическое движение, я еще узелок просто не затянул. Узелочек смачиваем. Вот. И петельку затягиваем. То есть, это будет тот участок, вернее, не участок, это та петля, за которую мы будем цеплять наш поводочек. Здесь есть достаточно важный момент. Вот этот вот оставшийся кусочек лески нужно постараться обрезать как можно короче. То есть, оставить там буквально миллиметрик. Почему? Потому что каждый выступающий дополнительный элемент он будет, в общем-то, создавать при забросе, либо при выматывании, при посылке, при запутывании снасти. Вот. Петелька складывается. То есть, мы, скажем так, стандартный размер петли под кормушку это где-то 10-8, даже 12 сантиметров. Можно, и даже, наверное, нужно, сам иногда этим приемом пользую, эту петельку удлинять. Но удлиняется петля чаще всего на водоемах, совсем уж не проточных, то есть на прудах, где присутствует пил на дне. Мы немножко удлиняем вот эту вот петлю, даем возможность, даже если наша кормушка будет притоплена, вылитой, чтобы непосредственно сам монтаж, сама оснастка с поводком у нас как бы находилась над илом. Вот. Ну, здесь мы свяжем сейчас классической формы. Вот. И обратите еще такое внимание, что у нас размер этой петли, сейчас я ее довяжу, узел, который здесь используется, ну, это опять же специфика заброса, наверное, больше с этим связана. Лучше вязать восьмерку. Почему? Восьмерка, он более компактный, прогонистый узел. Почему это важно, сейчас объясню. Вот. И вот такую петлю мы завязываем здесь узелочек, подтягиваем его, весточек у нас толстый, узелочек заметный. Вот. И получилось, что обязательно вот этот кончик у нас длине петли. Здесь, казалось бы, ну, есть рекомендации, что ладонь должна помещаться между петлей и вот этим местом, где крепится поводок. На самом деле, на самом деле, расстояние, на мой взгляд, опять же, субъективно, ни в коем случае на этом не настаиваю, должна быть несколько больше. Почему? Потому что, когда мы сюда прицепим нашу кормушку, то расстояние, которое мы изначально закладывали до места крепления поводка, оно сократится и станет как раз тем искомым, то есть, те вот как раз приблизительно на ширину ладони на которое расстояние у нас получается. Оснастка довольно-таки простая. Как я уже сказал, вяжется она на основной леске. Почему восьмерка? Опять же, здесь, наверное, все-таки придется мне ее обрезать, чтобы показать. А что мне показать? Я покажу, наверное, на колене. На колене. В процессе заброса заброса вот эта более компактная восьмерочка позволит нам протащить оснастку через тюльпан. Ну, представим, что это тюльпан, допустим, квивера. Вот. Протащить через тюльпан. Почему? И вообще, почему как бы я сторонник того, чтобы вязать оснастки на основной леске? Сокращая расстояние между тюльпаном и кормушкой, то есть, тем весом, который у нас здесь основной, который здесь присутствует, мы увеличиваем точность заброса. То есть, чем меньше вот это расстояние при забросе, или вот такое, допустим, расстояние, или вообще вот такое, когда монтаж вяжется дома, допустим, используется какое-то промежуточное звено, карабинчик, вертлюжок. Вот. То есть, точность заброса при вот таком свисе и вот при таком будет, в общем-то, существенно отличаться, поверьте просто на просто. Вот. То есть, вот этот узел восьмерочка, который вверху у нас находится, он позволяет достаточно легко лески проходить через тюльпанчик вивера, причем независимо от его размера. Вот здесь у меня установлен тюльпанчик от простой серии Сабанеевского от фатончика. Тюльпанчики, допустим, тюльпанчики, тюльпанчики, фатонов про, они немножко меньше, но тем не менее, вот этот узел достаточно свободно проходит через тюльпан, не цепляясь, не мешая нам, тем самым, мы, в общем-то, кучность наших забросов повышаем. Нет у нас вот этого движения оснастки за спиной на таком, допустим, каком-то конце, где когда при забросе идет какое-то смещение и вот она полетела, как великолепно. Вот. Паттерностер, как я уже сказал, оснастка простая, достаточно чуткая, но есть у нее и недостатки. Основным недостатком паттерностера считается достаточно большое вот это плечо при поклевке рыбы в сторону берега. То есть, здесь, вот в этом диапазоне поклевок, мы поклевку, скорее всего, не увидим. Но паттерностер, при использовании паттерностера, при такой поклевке, как правило, происходит самозасечка рыбы, потому что нет сопротивления кормушке. То есть, тем самым паттерностер считается менее информативной оснасткой, чем, скажем, асимметричная петля. При поклевках в сторону, то есть, под этими углами, видно, я не знаю? Видно? Видно, видно. Вот. Поклевка передается натяжением основной лески на квивер. Но, естественно, при поклевке от берега то же самое происходит. Есть у паттерностера еще одна неприятная особенность. Это при выматывании как бы вот этот вот участок лески, как правило, запутывается вот за петлю. Но недостаток, то есть, обычно при выматывании, особенно, когда мы сделали несколько забросов, паттерностер приходит вот в таком состоянии. Но обычно достаточно, то есть, потянуть за поводок, оснастка освобождается. При этом, даже если мы после заброса получаем вот такую скрутку на дне, оснастка не перестает быть достаточно информативной, достаточно удобной. Вот, честно говоря, процентов, наверное, 90 рыбалок на водоемах достечения я пользуюсь именно вот такой оснасткой паттерностер. Прост. Вот. Как у нас вяжутся петля? Петлевые оснастки. Симметричные петли сейчас используются, мне кажется, все реже и реже. Чем это объяснить, скажем так, однозначно? Сам практически никогда симметричной петлей не пользуюсь. Попробую это рассказать в моем каком-то понимании. Вот. Сейчас мы свяжем асимметричку, то есть оснастку, которая на данный момент является и считается самой информативной. После того, как мы ее свяжем, посмотрим, почему это происходит. Обычно вязание асимметричной петли, вяжу ее тоже все время на основной ввеске, начинается с так называемой скрутки. Вот. На этой лесочке у нас скрутка. То есть, грубо говоря, мы вот этот участок прикинули, сколько у нас уйдет. Ну, приблизительно сантиметров здесь 60-70 получается кусок лески, свободный конец. Здесь мы переламываем и начинаем делать скрутку. Как делать скрутку? То есть, мы один конец лески просто держим, а второй вращаем как бы наружу. То есть, делаем вот эти движения. Начальный узел вязать совсем необязательно. меньше будет путаться поводок, когда здесь будет утолщение на конце вот этой скрутки. При этом скрутка никуда она не денется, никуда она не раскрутится. Периодически, то есть, в процессе вязания скруточку немножко подтягиваем. То есть, вот это количество витков уплотняя виточки и вот так вот крутим леску, придерживая второй конец, подтягиваем, опять отпускаем. Какой длины должна быть скрутка? Сейчас свяжем петельку, объясню, как ориентироваться по длине скрутки. Ну вот, достаточно немножко еще подтянем. Вот. Волнение руки у меня слегка влажное. Леско прокручивается, прошу прощения. Ну вот, получилась у нас вот такая скрутка. Достаточно плотная, на конце образовалась уже после наших вот этих периодических подтяжек небольшая петелька и в конце скрутки мы вяжем в данном случае обычный узелок. Желательно его сделать тройным. и затягиваем. Вот. Для того, чтобы цеплять кормушку, нам потребуется вертлюжочек с застежкой подбирая размер размер вертлюжка, сообразуйтесь с тем, какой вес кормушки вы будете использовать в этой оснастке. Почему? Потому что поставить очень мелкий, хочется компактной оснастки, ставим мелкий вертлюжочек, а он просто-напросто застежечка веса, допустим, там, 56-й кормушки, набитой формом, просто со временем не выдерживает. Ну, были такие прецеденты, по крайней мере, у меня, когда желание сделать оснастку изящнее были вознаграждены потерей кормушек. Вот. На свободный конец одеваем вертлюжок. Корминчик застежка. Вот. И здесь именно вот этот важный момент, про который я говорил. Нам нужно определить вот этот размер, скажем так, асимметрии в этой петле. Ну, скажем так, для водоемов без течения, тогда, когда я использую асимметричную петлю, я делаю очень небольшой спуск. Да, где-то порядка двух сантиметров. Вот. Размер петли, размер петли, опять же, это субъективно для тех условий, которых чаще всего приходится ловить. Приблизительно двадцать сантиметров. То есть, у нас петля получается где-то общая как бы ее длина где-то порядка сорока, ну, длина плеча где-то порядка двадцати сантиметров. В принципе, этого вполне достаточно для водоемов без течения.